Всем привет, друзья! Новый день, новый влог. Я тут в постели лежу. Вот. Знаете почему? Потому что я заболела. А знаете, какое сегодня число? Ну, вы пока не знаете, но я его сейчас просвещу. Сегодня 31 декабря. Ну да. Я заболела в аккурат к новому коду. 30-го у меня начала болеть горло. А сегодня утром 31-го я утром проснулась. Уже с температурой. Сначала 37,7. Сейчас уже 38,6. Кра-са-та. Вот. Спросите, чем заболела? Вы не догадаетесь никогда в жизни. Короной. Да. Второй раз. Первый раз, когда был вот уже эпидемия, человек принес вирус домой. Ну, в этот раз я не осталась в стороне и принесла тоже домой вирус. Да. У меня первая заболела. Он сейчас еще тоже подхекивает тоже. Ну, его это точно участь не минует. Вот. Ну, такие вот дела. Как я все ощущаю. Дерьмово. Как протухший кусок мяса. Да. Горло болит. Это кашель сухой. Ублюдский. Глаза болят. Постоянно хочется спать. Насморк. Что еще? Ну, и такое состояние. Такое огур. Протухшего мяса. Просто такая вот. Уже болтаюсь уже. Все. Ни туда, ни сюда. Трендец. Это просто трендец. Сейчас человек поехал за таблетками. Потому что все таблетки, которые у меня есть, они слабенькие. А мы горем научены предыдущим. Предыдущие болезни короны. Вот. Так как мы в прошлом, в позапрошлом году уже болели короной. Да. Да. В прошлом году мы уже болели короной. И поэтому мы знаем, что обычные таблетки не особо помогают. Поэтому вот он сейчас поедет за таблетками. Вот. Вот. Ну, собственно, такие дела. Да. Как я буду отмечать Новый год? Вот так вот. Вот прям вот так вот. На кровати. Так. Вот. У нас были планы. Ну, так, если особо такие небольшие планы в плане... Не было таких грандиозных планов, как в прошлом, позапрошлом году куда-то поехать там туда-сюда. Нет. У нас просто были так планы. Можешь поехать в Сеул, там погулять, там что-то такое, где-нибудь поесть. Но в связи с болезнью мы, понятное дело, никуда не поедем. Вот. Поэтому сегодня и завтра мы будем лежать в дом. Вот. А второго мне нужно на работу. Поэтому мне нужно максимально быстро привести себя в порядок, выздороветь и обедрнуться в строй. Вот. Такие дела. Машка, конечно, болит. Вчера мы еще ездили в этот самый за роллами и за тортиками. Сейчас покажу. Это вот копкейк. Типа в стаканчике, тортики и здесь роллы. Вчера мы купили, нажрались. Еще и осталось. Вот. Тут еще. Ну, они, короче, еще три полные такие. Вот. Нажрались. Вот, да. Вкусненько было. А сегодня грустненько. Вот. И копкейк. У наших тоже, у кондитеров русскоязычных, которые здесь... Которые здесь занимаются вот кондитерскими изделиями, скажем так. Доказала тоже копкейк. Потому что удобно. Не один большой, а вот. Как бы в стаканчиках. И плюс в том, что они разные по вкусу. Это манго маракуйя. Здесь у нас шоколад и вишня. То есть мы, по сути, попробовали там, по-моему, все вкусы. Это очень вкусы, которые есть. Вот. Тут, ну, был еще дизайн, понятное дело, новогодний. Вот. Здесь у нас банан-карамель. Здесь елочка была. Собственно. А этот торт у нас был на работе корпоратив. И директор нам по тортику каждому раздал. Там чизкейк обычный. Классический чизкейк. Вот. Половина. То есть у нас и здесь тортики, и там тортики. Дофига тортиков, блин. А есть ничего не хочется. Потому что, блин, горло болит вообще. А вчера еще купила сало. Сало. Я же салоед. Это просто за сало бусы продам. Вот. Два вида в русскоязычном магазине. Вот здесь вот копченое. А здесь просто соленое. Еще салат покупала с краковыми палочками. Но я забыла в машине. Поэтому человек принесет. Потом буду пробовать. Надеюсь, будет вкусненько. Но это... Я бы не сказала, что, конечно, прям сало-сало. Я бы сказала, что это скорее бекон. Что-то приближено к бекону корейскому. Сангипсаль. Но, тем не менее, купила. Попробовать. Надеюсь, будет вкусненько. Погода за окном у нас говяная. То дождь, то какой-то снег. Вчера, по-моему... Да, вчера был снег. Потом растаял. Пошел дождь. Ну и, короче, вот так. Заверной погода. Поэтому, в принципе, мы не особо расстраиваемся, что так получилось. Что мы тупо сегодня и завтра будем сидеть дома. Поэтому, за место интересного влога с приключениями, вы сегодня посмотрите влог человека, болеющего короной. Мда. Вот. Я даже, знаете, не знаю, что снимать. То есть, ну, вот так вот я вот, да. Сегодня нужно будет еще монтировать видео. Так как так получается, что я дома, надо хотя бы сегодня взять себя в руки и отмонсировать кучу видео. Ну что, продолжаем наш Новый год. Приехал человек с таблетками. Да, и вот тут портон. Таблеточек. Это от короны. Три раза в день. Такая порционочка. Плюс салат, который вчера оставили, забыли в машине. Крабовый принес. И вот эти вот от горла. Такие штуки от горла. Сиропчики, типа, вот. Каждая. Вот. Я сейчас уже одну выпила таблетку. Ну, в смысле, одну такую упаковочку выпила. Вот. Дальше штука, потом еще. Вот обед. И потом еще еще. Вот. Как я себя чувствую? Херова. Да. Ханши... Ханши щибибун. Щибибун, да. Говорит, что, типа, в следующий раз, сколько? В 6.30? В 6.30 выпить таблетку. И потом, перед сном, как спать, буду ложиться. Сейчас я купила тут креветки сушеные. И шпинат. Он мне будет готовить наш шпинатовый суп. Вот с такими сушеными креветками. Мне он помочит. Мне прям очень нравится. Вкусно. Потому что он предлагал мне кашу рисовую. Я говорю, мне хочется супчик какого-нибудь. Поэтому он будет мне супчик варить. Насморк долбит. Тоже. А я сейчас пока сниму видео с салатом и сальцем. Вот. Кошмар. Вот так вот. Приготовил меня тут человек. Супец. Шпинат. И вот такие вот креветочки сушеные. Ты просто ешь и они вкусные. Вот. С чесночком. Вот. Остатки. Вчера с ней хоро. Салатик. Буду подчивать. Все. Я поела. Все. Надо поспать. Набраться всех. Ах. Спать хочется. На ночь все. Только не спала. Ах. Поспалю пару часиков. Пока. 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 Получается. Спать. Ну в плане таблетки я выпила. Могу лечь поспать. Вот. Горло болит. Ну что. Продолжаемся. Новогодний влог. О боже мой. Это не вьюга завивают. Это чайник закипает. Я проснулась. Время 6. Уже 7. Я проснулась в 6. Ох. Где-то в 6.30. Пила таблетки. Но в телефоне лазила все это время. Пришла доставка. Этого увлажнителя воздуха. Пойду заберу. Что ли. Что ли. Я сегодня кстати еще ни одно видео не монтировала. Черт возьми. Еще не могу сесть за монтаж. Мне даже завтра выставлять нечего. Их из-за чего делать. Такое состояние что ничего не хочется. А они? Нельмога. Нельмога. А это? Ничего не хочется. Перескала. Распакую. Распакую. Он идет на 4 литра. Он идет на 4 литра. Вот, был недорогой, 29 тысяч вон, я не знаю сколько это в рублях, ну наверное тысяча полторы где-то 2 рублей Так, что у нас тут? Вот эту портятку я не понимаю, что там надо, мне мозг не соображает, пусть человек сам сейчас разбирается В розетку включать, а тут еще какие-то приборы, не знаю что это Короче, сейчас я человеку отдам, он это все подключит и посмотрим как это все будет выглядеть Подкручили мы эту штучку Сейчас подолью бутылочки И все Здесь получается Как этот Насколько сильно, сила, да или как это называется Вот Уже идем Вот И здесь Сзади Есть Время Получается Либо на 6 часов, либо на 4, либо 2 Также можно поставить 6 плюс 4, 10 часов Либо, да, на все То есть, 12 часов То есть, ну вот так вот работает, допустим, 8 часов, 10 часов, 12 часов Либо, вообще без ничего, да Вот мы поставим, наверное, на 10 часов И плюс вот можно вот так нажать, держать И потом менять цвета Вот Вот Такие вот разные Подсветочки Фиолетовые Такое нечего Такое тоже нечего Вот такое пусть будет Ну вот 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 Такого-то у нас будет увлажнитель воздуха Теперь Будет стоять на полу И увлажнять Вот 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 так вот человек меня обхаживает Когда я болею И поесть приготовит И уберется И волосы меня в мои высушить Единственное В душ пока сама хожу Но уверена, что если надо, то он и меня и помоет А тут у меня какой-то фильм Меня тут фильмы включает Вот Постоянно приносит мне чаи Говорит Пей, пей, пей Горячую воду Заставляет Таблетки Вот Возвлеки воздуха Который меняет цвета Вот Вот такая вот у меня вечеринка 31 декабря Ну В принципе я Как бы Не расстроена Потому что в принципе Какая-то глуха у меня планов на 31 и так не было И я и так как бы собственно не планировала его отмечать Но Болеть конечно Было лишнее Могла просто не отмечать Остаться так же дома И для этого не нужно было болеть Но Как получилось Так получилось 1 января Как вы думаете Я провела свой 31 декабря Как я и говорила Я даже не дождалась полуночи Я просто легла спать Ну Потому что мне было Хреново Собственно Проснулась Я очень плохо опять спала Какие-то сны такие снились Какой-то кошмар Ей богу Ну это видимо из-за температуры Потому что Какая-то вообще лютая дичь снялась Постоянно просыпалась Что-то как-то ворочалась Ну так вот Как-то Фигово спала Вторую ночь Уже так Ну Из-за болезни Наспорк Нос Течет И просыпаешься От этого Кашель Но Уже как-то В этом плане С кашлем полегче В плане Он уже переходит Из сухого в мокрый Вот И он уже не такой частый И сильный Как был Допустим Вчера еще днем И поздно Вчера Вечером Наспорк Стал сильнее Вот Поэтому Предполагаю Что Тоже идет Как бы Середина болезни По первому своему опыту С короной Могу сказать так Как это было Также Накатывает Очень быстро Болезнь Прям хватает Прям очень быстро Моментально Тяжело А потом Буквально Несколько дней Вот этот Сначала Вот Игру тяжело Температура Все это Все это самое Каждая ночь тяжелая А потом Спустя несколько дней Просто Раз Резко Отпускает И все То есть Доходит до этого Пика Когда уже Сильный Насморк Этот самый Уже кашель Переходит из сухого В мокрый Максимальная Высокая температура И потом Спустя пару дней Резко Отпускает И все То есть Ты вот Я в прошлый раз Я как сейчас помню Я в один день Проснулась И я здорова Вот то есть У меня еще такое Немножко знаете Как будто Сбудуна состояние было И как бы Ну а по сути У меня уже Ничего не болело То есть У меня уже все Отпустило И на следующий день Я уже как бы И все Я уже совсем Прошлась в себя Вот так вот оно было Поэтому сейчас Как бы Температура 39 Вот Состояние такое Но Опять же Насморк обильный Пошел Кашель Уже Идет мокрый Не такой сильный Поэтому Предполагаю Что сейчас уже как раз таки Этот вот пик И спустя там Пару дней Меня отпустит Вот И кстати Что в первый раз Что в второй раз Я никаких вкусов Не теряю Я все чувствую Все нормально В этом плане Не знаю То есть Я даже специально пытаюсь Вот проверить Чувствую Не чувствую Ну все вроде чувствую Как бы все вкусы Не знаю У меня как бы это Нет такого потери вкуса В общем вот Поэтому Поела Позавтракала Сейчас надо будет Снять видос один И сесть монтировать Мне нужно очень много Монтировать Монтировать Вот Потому что я вчера Ничего не монтировала Состояние было Нестояние Но сегодня Нужно помонтировать Завтра На работу Надеюсь Завтра мне будет Полегче Вот Потому что Надо идти на работу Завтра Как бы там ни было В общем Такие вот дела Не знаю Что еще рассказать Что еще показать Ну Я не знаю Наверное Так раз таки На этом моменте Будем с вами включаться Это все что я могу показать Все что я могу рассказать Если вам понравился данный влог Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал И всем пока Пока